Вот этому дому, что на улице Лесной, 30 лет. Из них 29 здесь, вот в этом подвальном помещении, расположен клуб развития бокса. С недавних пор он носит имя своего основателя Владимира Павловича Фицова. За все годы существования этот спортивный клуб воспитал тысячи сочинских ребят, многие из которых сегодня боксируют на столичных рингах и считаются лучшими. Копилку наград, завоеванных сильной половиной клуба, недавно пополнили девочки Анастасия и Карина. Кстати, единственной девочки в клубе. В составе сборной команды Сочи на краевых соревнованиях среди юниорок они завоевали одно золото, два серебра и бронзу. Такого отмечают тренеры клуба. Развитие бокса не было давно. Два раза в день мы готовились. Цель была стать чемпионкой. Она поставила цель, шла. Мы давали ей нагрузку определенную и достигли результата. Обладательница золотой медали Анастасия Андреева на ринге лишь год. Говорит, победа – заслуга тренеров. В свои 14 она серьезно подумывает о спортивной карьере. До этого были, конечно, первые места города Сочи, тоже первые места. Но вот такая вот, это самая большая победа пока что. Но главная победа еще впереди. Карина – серебряная призерка в бокс пришла после занятия волейболом. Взяла пример с брата. Махать кулаками вне ринга, говорит спортсменка, еще не приходилось. Да и не собирается. Во-первых, запрещено. Во-вторых, уверена, все можно решить словами. Мама сначала не пускала, но вот я ее очень сильно попросила. Я хочу чего-то достигнуть. Именно в этом видишь? Да. У меня был другой вид спорта, как бы в нем я ничего не достигла, я решила попробовать бокс. Разумеется, задача клуба – воспитать чемпионов. Но пусть не все станут именитыми спортсменами, отмечают тренеры, зато все вырастут здоровыми людьми. При общении к спорту и здоровому образу жизни всегда было и остается приоритетом клуба. Как будто ни было, соревнования никто не отменял. Очередные уже в январе, победа в которых откроет воспитанникам клуба дорогу на чемпионат России. Параллельно ребята готовятся и к своему юбилейному турниру, который пройдет летом 2015-го и будет посвящен 30-летию клуба развития бокса. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.